Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. Довольно-таки быстро идут события в Казахстане. Мы видим, что 3 апреля 2023 года исполняющий обязанности министра Булата Кчулаков объявил о том, что будет повышение тарифов на горечесматериалы, в частности было сказано о бензине и дистопии. Вот послушайте, что сказал исполняющий обязанности министра. Акоп. А теперь я вам представляю то, что было сказано этим же человеком 14 марта 2023 года. Как видим, 14 марта он сказал о том, что повышение тарифов на энергоносители не предвидится, а 3 апреля уже заявляет громогласно о том, что будет повышение цен на бензин, дистопливо. Ну я понимаю так, что, наверное, все горечесматериалы и там как средства потянутся масла и все прочее. И, естественно, это скажется на инфляционных процессах, на росте инфляции, на снижении уровня благосостояния каждого гражданина. Можно было подумать, что министр не мог сам принять такого решения, чтобы громогласно об этом заявить. Даже исполняющий обязанности министра, не министр. Но 4 числа премьер-министр лично Смаилов высказывается в сторону того, что цены должны быть повышены, приводят соответствующие доводы о том, что нет соответствующего паритета цен в нашем регионе России, Узбекистан, Кыргызстан и так далее. И что цены в Казахстане намного ниже, естественно, отсюда вывозят дистопливо и бензин в соседние страны. Для того, чтобы защитить нашу страну, продолжаем сталкиваться с рисками дефицита ГСМ на внутреннем рынке. Это связано в первую очередь с низким уровнем цен внутри нашего рынка. Так, например, если взять дизельное топливо, то цена в зависимости от региона составляет порядка 230-260 тенге за литр. В России цена дистоплива на 45% выше или 345 тенге, в Кыргызстане на 64% выше или 390 тенге за литр. В Узбекистане почти в два раза выше или 480 тенге. В итоге наше дешевое топливо разными путями вывозится в соседние страны. Наших жителей, поскольку в последнее время уже чувствовалось отсутствие дистоплива или нехватка дистоплива в Алма-Атинской области, в Чемкенте, то и правительство принимает якобы оперативное решение по данному вопросу. Но совершенно отметаются вопросы других мультикативных показателей, которые повлияют на всю экономику Казахстана. Ими просто игнорируются показатели, которые будут сопутствовать этому действию по повышению цен на энергоносители. Но меня беспокоит одно, что даже премьер-министр пытается доказать, что это чисто такое локальное действие, которое не повлияет ни на что в Казахстане. Учитывая долю потребительской корзины дистоплива в размере 0,4 и бензина АИ-92 порядка 2%, это в среднем на нашем населении, то прямое влияние на общий уровень инфляции составит порядка 0,35. Это прямое влияние. Будет еще и последовательное влияние, учитывая, что дистоплива и бензин входят с рту затрат наших производителей. Будет определенный мультипликативный эффект. Но, как вы правильно заметили, Молодой государство ставит перед нами задачу по снижению уровня инфляции в конце года в два раза. Поэтому правительство принимает системные и оперативные меры по сдержанным инфляционным процессам. Ему вторит и вице-премьер-министр. Вот если мы возьмем яйца и куриное мясо, это 2% в цене. Если брать сахар 5%, если брать подсолнечное масло, то при повышении, скажем, дизельного топлива на 25%, подсолнечное масло подорожает на 2,4%. То есть при цене 700 тенге, это где-то, ну, тенге 15-17. Я не думаю, что будет сильное давление на стоимость продуктов, на стоимость артистов. Я работаю, я не прогнозист. То есть та работа, которую мы делаем, должна привести к хорошим результатам. И вице-премьер-министра Сирик Жумангазин включается в эту орбиту и защищает премьер-министра и говорит, что какие-то 2-4% разве не смогут повлиять на общее состояние дел в Казахстане. О чем это говорит? Исполняющий обязанности министра, а затем с поддержкой премьер-министра, очень вольготно, легко ведет себя правительство легкого поведения, переводит и всю нашу страну в страну легкого поведения. Что можно сказать в этой ситуации? Первое. У правительства, но раз у правительства, у государства нет стратегии развития Казахстана на ближайшую перспективу. Ну, среднесрочный период 10-15 лет. Нужно было рассматривать Казахстан как единый целый живой организм и рассматривать вопрос повышения цен на бензин и дистопливо как тот фактор, который будет влиять на все соответствующие дальнейшие цены, тарифы по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем. Диву, конечно, удаешься, когда члены правительства выступают таким-то образом. И в этот раз вновь же магазин выступает в поддержку и опять говорит о том, что это ни на что не повлияет. Для чего это делается правительством? Чтобы обмануть народ Казахстана, вбить им в голову того, что повышение цен на бензин и дистопливо ни коим образом не повлияет на инфляцию, на ухудшение жизни народа Казахстана, который и так влачет жалкое существование. Само же правительство сказало, что 70% населения находятся за чертой бедности. Когда стратегия была бы развития Казахстана как единого целого организма, то в этой системе нашли бы себе место. необходимо сделать в Казахстане таким образом, чтобы каждый, кто пользуется услугами, служб Казахстана, платили за эти услуги ровно столько, сколько стоит эта услуга. А правительство, уйдя от дотации, сегодня в Казахстане практически датируется всё. Энергетика, датируются школы, датируются больницы, датируются предприятия, датируются и так далее. Куда ни кинь, везде клин. Нужно было разработать. В 1996 году на заседании правительства часто тогда были рассмотрены 30 мая 1996 года все вопросы реформирования электроэнергетики в Казахстане. И если бы с того времени правительство шло уверенно вперёд, никто бы не мешал этому правительству работать, и чтобы тарифы на электричество, цены на бензин, на дистопливо, и всё, что связано с этим, динамично бы рассматривалось и к какому-то порядку подходило, к примеру, к 2025 году, начиная с 1996 года. Я думаю, что 30 лет бы хватило для того, чтобы повысить заработные платы, пенсии, стипендии, начиная с 2095 года, с 1996 года. Ежегодно бы всё это дело двигалось вперёд, и параллельно с этим шло бы повышение тарифов и цен, и к концу 2025 года, я к примеру говорю, может быть, уже в 2023 году можно было бы завершить всю эту работу, чтобы люди получали достойную заработную плату, достойную пенсию, могли бы оплачивать все свои услуги, которые оказывают им предприятия, государственные, частные предприятия, и чтобы эти люди имели возможность какой-то запас иметь, финансовых ресурсов, как это делается во всём мире. Вот для примера. Я сегодня смотрел, сколько стоит бензин в Казахстане, в Кыргызстане, в Российской Федерации, об этом заявил и премьер-министр, Казахстаном. Я не хочу повторяться. Ну, к примеру, когда я приехал в Швейцарию, стоимость бензина была 1,6 франка. Сегодня стоимость бензина и дистоплива, дистоплива чуть дороже, чем бензин, стоит 2 евро. Ну, никто не страдает от этого. Ну, даже за эти 15 лет тариф или цена на топливо увеличилась с 1,6 франка. Ну, до 2 евро. 2 евро, ну, это больше, чем 2 франка. Потому что у всех достойная заработная плата, достойная пенсия. Никто не ропщет, а спокойно живет, и государство развивается дальше. Еще Назарбаев в свое время, на заре его президентства, говорил, что необходимо вот таким вот образом двигаться. Но он тогда никого не слушал. У него была единственная цель личного обогащения. Что сейчас преследует и новый президент Токаев. А коль нет такой стратегии, нет такой программы, комплексной, связанной, к примеру, нужно повышать тарифы. Нужно повышать цену. Я прекрасно понимаю, как Токаев вылезал с заседания правительства, когда говорил по экибастозу, у нас есть привычка замалчивания. Не привычка замалчивания, а привычка выхолощивания средств из экономики Казахстана путем вывода финансовых ресурсов за пределы семьей Назарбаева, олигархами карманными Назарбаева. А если бы все эти деньги оставались в Казахстане, и четко было расписано, повысились цены, тарифы, повышаем заработную плату, пенсию повышаем, идем до следующего периода, повышаем тарифы, цены, повысили зарплату, проиндексировали пенсии, стипендии. Если не хватает ума у правительства разработать прямым счетом всю эту программу, начиная вот с момента, когда заступает, положим, правительство в работу, то говорим, что вот это так, отправная точка вот такая, и нам необходимо выйти на такие-то параметры, для этого необходимо то-то, 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 как повлияет все на остальные дела, просчитали, как поднимутся цены, как перевозки, как железная дорога, что изменится в автотранспорте, потому что многие вещи у нас доставляются в многих регионах только автомобильным транспортом. После этого считается баланс, и говорится, что заработная плата должна в этой связи повыситься на столько-то процента, и принимает соответствующее решение. И соответственно эта программа постепенно все это выравнивается и приходит к тем ценам, которые являются, ну, прямо скажем, мировыми ценами. Для того, чтобы выйти на те цены, которые, тарифы, которые сегодня могли бы дать возможность нефтяникам работать, энергетикам работать, транспортникам работать, железнодорожникам работать, в нормальных условиях, без дотации из бюджета, а где дотация из бюджета есть, там коррупция, там воровство, там кумовство и так далее, тогда бы ни у кого не возникало никаких вопросов. Но когда Назарбаев собственноручно насадил мрот минимальный размер оплаты труда, который не соответствует даже прожиточному минимуму сегодня в Казахстане, мы это прекрасно понимаем. И с этого показателя насчитывается все остальное и заработная плата и пенсии в Казахстане, пособия соответствующие. Я считаю, что сегодняшнее правительство работает уже в начале своей деятельности неудовлетворительно. Страдать будет народ Казахстана. Это первое. Нет стратегии, нет программы соответствующей, а если нет стратегии, то естественно никто не разрабатывает научно-обоснованную тактику на ближайший период год, три года. И таким вот путем нужно было двигаться, развиваться и ни в коем случае не ставить всех казахстанцев в условии, как говорил султан Назарбаев, что каждый казах должен, просыпаясь утром, думать, чем он сегодня накормит своих детей, свою семью. Поэтому, дорогие мои друзья, вот вам новое правительство, вот вам новый Казахстан. Я хочу сегодня сказать, что это руководство нового Казахстана, Тукаев, парламент, правительство создали условия для того, чтобы весь Казахстан наш назвать страной легкого поведения. Это я к чему, дорогие мои друзья? Как я и сказал, что выгодополучатели из всего Конституционного Новелла есть один единственный человек, Тукаев, потому что сегодня суперсильная президентская власть, карманный парламент, мальчик для битья правительства. Вот какую структуру он выработал, хотя говорил, что отойдет от суперпрезидентской власти, сделает уважаемый парламент и подотчетным парламенту правительства. Все, все закончилось, ничего этого нет, противоречий нет, нет никаких сдержек в системе власти Республики Казахстан. Будет страдать многострадальный наш народ Казахстана. Поэтому, дорогие мои друзья, я конкретно хочу сказать, что в связи с окончанием электорального процесса и теми действиями правительства после проведенных имитаций выборов Казахстан вергается в опасность. То есть, наша Родина в опасности. Эти люди, временщики, пришли для того, чтобы обогатиться, заместить тех людей, которые были расставлены на султаном Назарбаевом, на своих приближенных людей. И нужно будет спасать наш родной Казахстан от такого руководства Казахстана. Поднимайся, народ, Родина в опасности. Необходимо, по крайней мере, показать этому руководству страны сегодняшнему, незаконно захватившему власть после султана Назарбаева, кто в доме хозяин. И вас призвали обслуживать народ Казахстана, а не к тому, чтобы народ безмолвно выполнял то, что вы применяете драконовские беды против народа Казахстана. Нужно требовать разработки четкой стратегии среднесрочной, краткосрочной, разработка тактики, объявления всех действий правительства, научно обоснованных действий правительства, чтобы народу простому было понятно, к чему мы идем, для чего мы идем. Я надеюсь, что вы, дорогие мои друзья и подписчики, поняли, что я хотел этим сказать. На этом я заканчиваю. Надеюсь, что мы с вами победим в этом вопросе. Мы добьемся решения этих вопросов. До свидания, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. До новых встреч! еще.